Бурятия уже давно делает ставку на местных производителей и всячески их поддерживает. В начале прошлого года Алексей Циденов поручил главам районов, чтобы школы, сады и больницы республики закупали именно наши овощи, мясо и молоко. Два года назад наши социальные объекты закупали продукцию местных товаропроизводителей в объеме 25-50%. По итогам прошлого года и по итогам первого полугодия 2023 года превышает 65-70%. Чтобы рассказать о себе и узнать о других, на форум съехались представители республиканских сельхозкооперативов. Один из них – закамно-агропродукт. В 2016-м это был только молочный цех. Тогда на деньги гранта предприниматели закупили оборудование и постепенно увеличили объемы переработки продукции с 200 литров до одной тонны. Спустя два года при поддержке Минсельхоза у кооператива появился и мясной цех. В чем достоинство? Что, допустим, наши фермеры, члены кооператива, которые находятся очень далеко, они находятся далеко от населенных пунктов, у них нет возможности самим продать свое мясо, забить и увезти, продать. У нас есть автомобили, на которые мы выезжаем, закупаем этот скот, перерабатываем и продаем. Поделиться проблемами и попытаться найти их решение в Улан-Удэ приехали гости из Якутии. Сельское хозяйство наших республик развивается в очень схожих условиях. У нас насчитывается где-то 2,5 тысяч фермерских хозяйств. Кроме того, официальным данным более 60 тысяч личных пособных хозяйств населения. К сожалению, у них, как у мелких хозяйств, проблемы на этапе переработки и сбыт продукции. И мы говорим, что именно только путем создания реально работающих кооперативов, которые объединяет наши ЛПХ и КФХ, можем вот эти проблемы решить. По словам экспертов, сельхозкооперация и в Бурятии, и в других регионах страны еще только начинает формироваться. Сегодня это, конечно, стадия начальная, но далеко не нулевая, потому что уже и количество кооперативов измеряется десятками, и, я повторюсь, создан такой штаб, как ревизионный союз, проходит сегодняшний форум. Сам такой смотр сил на республиканском уровне – это некоторый индикатор того, что сообщество сорганизовалось, сообщество себя оценивает, сообщество намечает свое будущее. В первый день представители споков и эксперты выступили с докладами. Во второй день уже на Байкале для предпринимателей прошел семинар. В форуме приняли участие и те, кто развивает свое хозяйство по нацпроекту «Мало и среднее предпринимательство». Алина Котова, Артур Звержевич, телекомпания АТВ.